Привет, братва! На связи Крышмен. Сегодня, возвращаясь из Москвы, выйдя с московского вокзала, я нашла выход на крышу. Сижу, любуюсь. Красивый вид. Никогда не угадаешь, когда ты найдёшь выход на крышу. Совершенно случайно. Не думая, не гадая. Просто вернувшись откуда-нибудь, из другого города желательно, это важное очень условие, я попадаю на крышу в который раз, уже раза четыре так было. Просто иду, и интуиция не подводит меня. Говорит, что вот здесь. Попробуй подняться. Попробовала. Сидят дядьки в окружении Балтика, 9 бутылок курят. Я спрошу, а есть здесь вот выход на крышу? Они говорят, а вы что, хотите погулять? Я говорю, ну не то, чтобы, но можно, как бы, почему нет, погулять по крыше. Ну, они мне такие, вот дверь, не упади. Я говорю, ну я не упаду. И вот я не падаю. Совсем не падаю. Вообще не падаю ни разу. Хотя тут, как бы, вот, для ручеров какие-то очень места, вот эти стыки опасные. Вот эти вот стыки. Показать так. Ну вот там вот. Вот там они опасные. Во-первых, там в проводах можно нафиг запутаться. Есть такие любители, наверное. Экстремалы. Меня просто устраивает вид красивый. Может быть здесь снимали этот клип? На... Розы. Которые пахли ванилью. Вполне чем они там пахли. Не вне суть до дела. Но клип был... Да, кстати. Провода срезали. Естественно, на видео. Их нужно было удалить. Это я где-то слышала, да. Возможно и здесь. Может быть и здесь где-то снимали. Кстати, жили они на Казанской. Может быть. В том самом дворе с Рахманиновым. Начиная свою карьеру. Эти снайперы жили где-то на Казанской. Я от точного адреса не знаю. Но там около их квартиры было написано на двери, что они там жили. Снайперизм, лозунг. Могуч, горюч и дерзновенен. Что-то такое из разряда вот этого вот экскурса. Ну что, пойдем потихонечку. Вперед. Полный вперед. Громкий вперед. Так сказать. Навстречу только ветры. И крыши, и крыши. Что может быть лучше утренних крыш? Когда все спешат на работу. В понедельник. А ты имеешь возможность просто пойти на экскурсию по гремучим крышам нашего любимого города, выйти и вот так вот пересесть, перелезть и оказаться возле слухового окна. главное не забыть, в какую я выходила. А то там не везде дверь открыта. А, я помню вот этот. Рядом с недовольным лицом вот этого чувырла. Мне кажется, это метка. Профессиональная руферская метка. Чтобы всегда помнить. Единственное, я вот провода бы не рекомендовала трогать вообще. Это может быть чревато. Хотя, случаев не знаю. Наверное, это просто громоотводы. Всем хорошего дня.